Губернатор Назаров выступил с основными направлениями бюджетно-экономической и социальной политики Омской области на 2014 год. Это выступление было в здании правительства Омской области, но опубликовано лишь недавно. В нем изложены информации, имеющие отношение в том числе к здравоохранению. Полагаю, что анализ выступления губернатора в разрезе тех задач, которые поставлены перед системой здравоохранения, будет полезен и актуален. Прежде всего, медицинским организациям нужно смелее пользоваться возможностями аутсорсинга. Приготовление еды, уборка, стирка белья и прочие виды обслуживания, неразрывно связанные с оказанием медицинской помощи, должны быть отданы на откуп сторонним организациям, при условии, что затраты на данные услуги будут меньше, чем те, которые были в медицинской организации, когда она сама организовывала оказание данных сопутствующих услуг. Обозначена тенденция привлечения негосударственной медицины в выполнение территориальной программы ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи. Если по территориальной программе имеется рост негосударственных медицинских организаций в 2014 году, то по высокотехнологичной медицинской помощи, насколько я знаю, пока что первенство принадлежит Евромеду, и никто в эту сферу еще не вошел. Но время течет, все меняется, все может быть. В 932-м постановлении правительства впервые было обозначено направление медицинской реабилитации. Соответственно, это направление нашло отражение выступления губернатора Назарова. Из выступления следует, что те медицинские организации, которые будут заниматься медицинской реабилитацией в 2014 году, будут, образно говоря, на коне. Получат, скорее всего, первоочередное гарантированное финансирование, так как за реализацию этого направления региональным властям придется отчитываться перед федеральными властями. Соответственно, каких-либо задержек с финансированием данного направления быть не должно. И последнее. Губернатор обозначил необходимость детализации информирования населения о территориальной программе госгарантий. Информирование населения может быть в местах оказания медицинской помощи, но это, скажем так, теперь вспомогательное средство. Основное средство – ресурсы интернета, веб-сайты медицинских организаций. Вот с этим направлением в общественном здравоохранении, на мой взгляд, туго. Не у всех медицинских организаций общественного здравоохранения есть сайты, а это требования за оконодательство, в том числе исходя из требований 326-го закона. Напомню, что недавно вышел проект приказа о независимой оценке качества работы медицинских организаций общественного здравоохранения, и там уделяется очень много именно вопросам, связанным с работой сайтов, информированием пациентов о их правах, о возможностях получения бесплатной медицинской помощи. Полагаю, что медицинским организациям общественного здравоохранения реализацию требований данного проекта нельзя откладывать на далекие перспективы. Потом придется в ускоренном темпе восполнять то, что не было сделано своевременно. Продолжение следует...